Химическая промышленность Украины нуждается в новой стратегии развития. Отрасль находится в тяжелом состоянии. Бюджет недополучает миллиарды долларов, а специалисты уезжают за рубеж. Как можно выбраться из этого кризиса, выяснил Александр Васильченко. Миллиардные убытки в гусказне, потеря мощностей, отток специалистов за границу. Таковы реалии сегодняшней химической отрасли. К слову, с 2012 по 2017 покинули 50 тысяч человек. Экспорт химпродукции сократился с 5 до 1,5 миллиардов. Тем временем значительно увеличился импорт химсырья. Ежегодно Украина потребляет минудобрений на 9 миллиардов долларов. Из них только на 2 миллиарда закупки у отечественных производителей. В Союзе химиков утверждают, могут конкурировать с импортерами по качеству, но не по цене. Вся беда в том, что мы имеем свой газ и имеем практически самую высокую цену на газ в Европейском Союзе. У нас сейчас газ на задвижке, вот я 5 дней назад разговаривал с директором Северодонецкого Азота, у него газ на задвижке 417 долларов. 417 долларов. Вы слышали, в Турции 200, у россиян 80. Как ты будешь с ними конкурировать? Почему и продукция российская заполонила наши рынки? Эксперты говорят, красная цена газа для промышленности – максимум 200 долларов. Нам нужно создать условия для того, чтобы нормально работала отрасль. Здесь правильно стали вопросы? Ведь нельзя же жирует один нафтогаз Украины, а промышленность ложит. А нам с вами, как говорили, для чего повышаем цену на газ? Для того, чтобы мы смогли саккумулировать деньги и увеличить добычу газа. А добыча газа падает. Ну, это парадокс. Вы добываете столько газа, сколько вы добываете Украина, да? И при этом будет настолько импортозалежным по химической промышленности. К слову, эксперты утверждают, Турция, имея такие же, как в нашей стране, мощности, нарастила объем химпромышленности на уровне 14%. Впрочем, отечественные ученые говорят, разработанная стратегия уже в ближайшие два года может дать неплохой результат. Мы сможем где-то выйти на показник 8,2. А, в принципе, европейские нормы, нормы промышленности развитых стран, это от 8 до 16%. Новая стратегия развития химпромышленности в Украине рассчитана на ближайшие 11 лет, до 2030 года. Она подразумевает уже в течение первых двух лет уменьшение импорта на 50%, увеличение сбыта на внутреннем рынке отечественной продукции до 40% и рост экспорта до 30%. В свою очередь, это позволит увеличить количество рабочих мест на 25 тысяч сотрудников и нарастить поступление в бюджет более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но все это сможет заработать, утверждают эксперты, исключительно в условиях здоровой конкуренции и стабильного бизнес-климата. То есть, когда мы говорим о рынке готовой продукции, о конкуренции, то не должно быть демпингового импорта. То есть, нужно с этим бороться. Когда мы говорим о рынке сырованин, то не должно быть, скажем, деформований, деформаций на основных рынках. Это рынок газа, это рынок залезничных перевезений. То есть, тут должно быть, оно должно отвечать экономическим реальным. По итогу встречи Союз химиков Украины и Федерация работодателей решили обратиться к премьер-министру Владимиру Гройсману. Мы хотим четко показать и уряду, и общество, что мы получим в результате реализации этой стратегии. В частности, создание рабочих мест, в частности, отрицание до бюджета, увеличение экономики, увеличение суммежной галузы. То есть, я хочу подкреслить, мы не просим денег, мы не просим поддержки. Мы хотим створить таким образом стимулирующий комплекс заходов по развитию галузы, который бы в первую очередь дал экономический эффект для государства. В свою очередь, представители химической промышленности уверены, правильная стратегия позволит уже в ближайшие годы привлечь инвестиции в Украину и пополнить госказну на миллиарды долларов. Александр Васильченко, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер.